Прихожане городского храма Георгия Победоносца сегодня во время утренней литургии чествовали Деву Марию, Мать Иисуса Христа. Сегодня православные отмечают день ее рождения. Рождество Богородицы – праздник, имеющий особенное значение. Это первое торжество в новом церковном новолетии, начавшемся 14 сентября, рассказывает Ирина Лакитина. Кадила в руках священника – прообраз небесного Иерусалима. Вместе с дымом ладана в небеса возносятся и молитвы верующих. Сегодня они имеют особую силу, ведь, согласно древнему преданию, именно в этот день родилась Дева Мария. В православном мире нет более светлого и почитаемого образа, чем она. Рождество Богородицы, ведение во храм, благовещение, сретение, успение – ей посвящено пять великих праздников года. Мы, христиане, пытаемся вспоминать и чествовать чуть ли не каждой зимой шахты Святой Богородицы. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы мы помнили, какой ценой нам дано спасение наших душ. Богородица явилась той дверью, через которую к нам пришел Бог, говорят священники в своих проповедях. Она подарила нам спасителя. Но еще до его рождения подвергалась гонениям, а затем с новорожденным младенцем на руках скрывалась в пустыне. Об этом повествуют библейские тексты. Но главное испытание – мученическая смерть собственного сына. Не каждая мать может пережить это и не потерять веру. Священнослужители в пример приводят факты из истории. Русские солдаты вошли в армянское село и увидели привязанных к дереву женщин, которые были уже мертвы. Но при обследовании у них даже не было царапин. Что с ними случилось? Дело в том, что турецкие солдаты на их глазах убивали жестоко их родных детей. И, видя это, женщины не видели от разрыва сердца. В происходящих с ней событиях Мария видела волю Бога и полностью ей покорилась. Библейские события от нас отделяют тысячелетия. Но Богородица и сегодня является эталоном духовной чистоты. Ходотайницей за весь человеческий род. Церковь стоит ее выше всех херувимов и серафимов. А верующие люди обращаются к ней в своих молитвах словами. Пресвятая Богородица, спаси нас. Небесная Царица, моли Бога о нас. Искренне веря, что Господь не останется равнодушным к ее просьбам. Ирина Волокитина, Григорий Волков, Алексей Урженко. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова